С первой супругой Верой Шевцовой Репин познакомился еще в отрочестве. Он начал писать портрет известного архитектора Шевцова, а спустя три года женился на его 16-летней дочке. Молчаливая девушка с ровным характером влюбилась в жениха и только с годами стало очевидно, она не способна заинтересовать мужа. Репин любил званые ужины для богема, глубокие дискуссии с представителями интеллигенции. Вера же не была яркой, остроумной и самостоятельной в своих взглядах женщиной, руководствуясь по жизни только порядками домостроя. Она родила четверых детей, которых, надо сказать, художник просто обожал. Но ожидаемого семейного счастья, духовной близости рядом с пресной супругой он, увы, не испытывал. Устав от упреков жены и не видя перспективы отношений без любви, и Репин в конце концов развелся. После этого он не раз влюблялся, но только однажды в жизнь его ворвалась та, которая встречается однажды и затмевает собой всех предыдущих, не давая шанс и потенциал в будущем кому-то, кроме таких вот единственных. Роман Репина и Натальи Нордман завязался уже на второй встрече. В 1899 году она родила дочь. К несчастью, девочка прожила только два месяца, но общее горе нет, не разъединило, наоборот, сблизило пару. Влюбленные решили открыто жить вместе, несмотря на то, что официально женаты никогда и не были. Разведенному Репину не позволялось повторно венчаться, но Нортман от этого ничуть не страдала. Они были счастливы, искренне восхищались друг другом и пренепрягали общепринятыми нормами. Репину было интересно с новой женой. Это подталкивало его писать многочисленные портреты возлюбленной. Окружающие, не находившие в Наталье выраженной красоты, удивлялись, насколько привлекательной видит ее сам Репин. Желая поддержать супругу, после смерти ребенка художник приобрел в финском Коокале добротную дачку. Позднее они называли ее пенатами. Наталья начала по-хозяйски активничать в совместном доме, обустроив прилегающие территории и узаконив собственные правила. Так в пенатах любили бывать знаменитые гости. Заглядывали сюда Горький, Куприн, Поленов, Маяковский, Чуковский и другие. И дабы не отвлекать супруга творчества, Наталья установила на неделе один приемный день. Это была среда. Если же было время и желание общаться в другие дни, вывешивался голубой флаг. Это гарантировало готовность хозяев к неурочному гостеприимному приему. Корнею Чуковский свидетельствовала, вторая жена, в отличие от предыдущей, трепетно относилась к каждому увлечению мужа и во всем этому способствовала. Причем абсолютно искренне, не наигранно. Она собирала всю литературу и публикации о мужехудожнике, составила посвященные его таланту ценнейшие альбомы по каждой из картин. Раньше Репину приходилось искать интересного общения в стороннем окружении. Теперь он все это получал дома. Наталья изучала языки, разбиралась в живописи, музыке, скульптуре. Они вместе посещали вернисажи, концерты, лекции, завершая выход в свет приятнейшим обсуждением увиденного. В какой-то момент эксцентричная Нордман решила исповедовать вегетарианство и подключила к этому супруга. В пенатах стали подавать капустные котлеты, в брусничной подливе, овощные супы и в прямом смысле слова отвары из сена. Под запрет, кроме мяса, попали также рыба, молоко и яйца. Когда по соседству с Ко Калли жил Горький, компания сначала заезжала к нему, сытно обедала и уж потом все отправлялись в пенаты. Да и сам Репин порой втихаря захаживал к Чуковскому, бывая в Петербурге, дабы полакомиться бифштексом. Хотя, поговаривали, изредка и Нордман опускалась до пищевого греха, доставая из-под полы коньячок и ветчину. В 1912 году Нордман заболела туберкулезом. Когда супруга совсем слегла, Репин отправил ее на европейский курорт, но болезнь только на время отступила и возвращалась с новой силой. В какой-то момент, не желая становиться обузой, Наталья исчезла, ни слова не сказав никому. Все вещи, драгоценности, деньги оставались дома. Через несколько месяцев, не находящий себе место Репин узнал, Нордман уехала в швейцарскую клинику для неимущих. Художник пробовал отправить ей деньги сам, передавал помощь тайно, через друзей, но Наталья от всего отказывалась. В 1914 ее не стало. После ее смерти Пенаты возглавила старшая дочь художника Вера. Хозяйничая в мастерской, она без согласования с отцом продавала его рисунки, наброски. Еще одна дочь Репина Надежда страдала от психического заболевания, не добавляя счастья старому и уже немощному отцу. Сын Юрий, хоть и пошел по стопам батюшки, став художником, но не особо преуспел. А Репина использовал исключительно в качестве щедрого кошелька. Содержал Репин до смерти своих внуков. Терпеливо, с любовью, за стариком ухаживала только одна младшая дочь, Татьяна. Репин дожил до 86 лет, оставив друзьям светлое, благодарственное письмо, в котором упоминалась она, его единственная и любимая Наталья Нордман.